Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Сегодня я вам расскажу про какие-нибудь новые однолетники, на которые, возможно, вы не обращали внимания в этих хлопотах вокруг огурцов и перцев. На самом деле, вы же понимаете, что их большое количество очень интересных. И, как я предлагаю и настаиваю, чтобы они, конечно же, не доставляли нам больших хлопот, а только радовали, когда мы в них вкладываем совершенно немножко. Первое растение, которое я хочу вам предложить, это звучит по-простому череда. Но это не та череда, которая растет вдоль заболоченных мест, в которой купают детишек, которая прилипает своими шишечками, семенами. А это череда, которая звучит по-латыни Bidens firulifolia, фирулилистная, скажем по-русски. И современные сорта, они уже гораздо более компактные и крайне неприхотливые. Во-первых, они холодостойкие. Во-вторых, они жаро- и засухоустойчивые. И еще один бонус, то что они могут давать самосев. Самосев достаточно обильный, но так, чтобы он захватил ваш огород, такого не случится. Вы всегда сможете от них избавиться. По своей сути, это однолетнее растение. Называют ее еще иногда золотая ромашка, потому что в самом деле цветочки хоть и мелкие, желтого цвета, но похожи на простую ромашечку. Но они настолько многочисленные, что просто ваш уголок будет утопать в этой золотистой пене, скажем. Если вы возьмете сорт, например, который называется золотой шар, то он уже будет более компактного роста, до 40 сантиметров. И будет образовывать еще более компактный кореносток кустик. Поэтому легко будет вписать его в любой ваш уголочек. Следующее растение. Другой окраски, которая всегда приветствуется ландшафтными дизайнерами и в природе встречается не так уж и часто. Хотя у этого растения есть и другие окраски. Это брахикома и бересолистная. Например, сорт голубая мечта, он исключительно насыщен голубой окраски. Это снова же семейство сложносветных, поэтому цветок назовем по-простому ромашечка. Диаметр небольшой, до 3 сантиметров, но цветки просто усыпают вот этот шаровидный кустик и цветут бесконечно просто до самой поздней осени. Семена завязывают хорошо, хотя они и мелкие, но можно справиться со сбором и снова воспользоваться в следующем году собственными семенами. Другие сорта иногда идут в смеси и там получается тогда уже такая цветная палитра веселая. Будет в одном пакетике и нежно-розового, и насыщенного розового цвета, и практически фиолетового. Ну вот такая вот веселая компашка. Снова же растение неприхотливое, умеренная кормежка ему нужна, и все, и цветет, и радует. Вьющиеся растения, расширим наши горизонты по вьющимся, с таким странным названием, долихоз лап-лап. Еще его иногда называют киоцинтоцветные бобы. Эта лиана сильно растущая. Посеять ее я бы порекомендовала, чтобы дождаться хорошего цветения обильного и в срок, то есть летом насладиться, а не где-нибудь там в начале сентября. Посеять в отдельные горшочки по несколько семечек. Сходят не быстро, не медленно, но нормальная всегда у них схожесть. И затем уже где-нибудь в конце июня, в июле месяце дожидаемся цветения. Цветение обильное. Образуют кисти. В одной кисти, это просто такая получается гроздь, как у акации, только, как правило, таких оттенков фиолетовые, бордовые, фиолетово-розовые такие вот окраски. И в одной такой кисти до 40 цветочков. Целиком эта кисть будет радовать только одна, будет радовать нас практически три недели. Представляете, вот одна кисть, следующая, следующая. И это непрерывное буйство будет происходить до самой поздней осени, до заморозков. Листва красивые, тоже насыщенно-зеленого цвета. У некоторых сортов, которые темно окрашены, и с обратной стороны будет тоже темно окрашена. В бордовую сторону, бордовый цвет. И еще такой бонус, что свежие плоды говорят, что можно употреблять в пищу, когда завязываются затем, естественно, стручки. Стручки тоже красивые, длинные, лопаточки плоские получаются, хотя семена не очень крупные, но лопаточки внушительных размеров. И попробуем, может быть, кому-то и понравится. Теперь с высоты спустимся снова на землю. И давайте вспомним про такое растение, крайне неприхотливое, которое называется портулак крупноцветковый. Будет написано на пакетике портулака грандифлора. Раньше это были сорта с простыми цветочками. Цветочки многочисленные, образуют подушечку, подушечка высотой сантиметров 15, окраски от желтой, розовой, насыщенной вишневой. И это, давайте назовем его такой вот уличный суккулентик, потому что в самом деле все стебельки, они усыпаны просто мясистыми, блестящими, ярко-зелеными листочками, которые представляют из себя, ну, как будто бы маленькие такие нанизанные трубочки. Или можно назвать толстенькие елочки. И образуют вот такую подушку. Современные сорта уже бывают махровые, полумахровые. И цветки у них крупнее, до сантиметров 4 и даже 5. Сейчас появилась такая фишка, и назвали, что это портулак ампельный. Я думаю, это просто уловка. Ну, это ни в коем случае не умаляет его достоинств. Просто так как это растение, по сути своей, почвопокровное, а чего назвали ампельным, потому что образует длинные плети. Ну, вот, может, когда-нибудь кто-то помнит, что я говорила, все, что почвопокровное, может стать ампельным. А то, что ампельное, в какой-то момент, если мы посадим в почву, оно может стать почвопокровным. Так и здесь. Плети 40-45 сантиметров. И, естественно, что очень эффектно будут смотреться в каких-то подвесных кашпо или каких-то контейнерах в компании с другими цветами. Такие почвопокровные, ребята. Следующее растение называется сальвия мучнистая. По латыни звучит сальвия фаринацея. Это моя рекомендация для тех, у кого не удается справиться с лавандой. Потому что иногда люди проходят и говорят, ой, сколько много лаванды и такой сочный окрас. А на самом деле это сальвия мучнистая. Почему мучнистая? Потому что стебли и побеги, и цветоносы, они как будто бы припорошены мукой с таким сизым налетом, но который не стирается. Растение крайне устойчивое тоже к засушливым периодам. Конечно же, на почве более удобрены, кустики будут более веселые. Сорта бывают с фиолетовой окраской, с пятнышком на губе. Это семейство губоцветных, как вы уже поняли, раз это сальвия. И бывают даже сорта с белой окраской. И есть сорта, у которых побеги и цветоносцы насыщены фиолетовой окраской. И снова же с таким вот легким припорошенным мукой поверхности. Сальвия мучнистая, конечно, надо ее посеять через рассаду. Если мы посеем ее в грунт, то она не зацветет. Как обычно сеем, никаких сложностей нет. Высота кустиков 50-60 сантиметров. Иногда вырастает и больше. Интересный такой вот факт, как и у лаванды. Куст сам по себе, а затем возвышаются сами цветоносцы. И получается такая очень выровненная, красивая, красивый отряд вот этих кустиков. Семена будут ли долго сходить? Ну, смотря какие условия мы им создадим. Чтобы было влажненько, тепло, градусов 20-22. Конечно, растения, семена очень любят. И в течение 7-10 дней они должны обязательно взойти. Всходы достаточно крупненькие. Сажать их очень легко. Рассадили. И потом, когда минует угроза возвратных заморозков, мы высаживаем открытый грунт. Если мы посеем в марте, то уже в июне, в июле месяце она зацветет у нас на участке. Вполне себе холодостойкая, поэтому будет радовать даже после понижения температур. Плюс 5 и около нуля. Конечно, развиваться не будет, но декоративность будет сохранять. Следующая позиция. Хочу вам напомнить про однолетние георгины. Кто не хочет сохранять клубни или не получается, или нет возможности, то однолетние георгины приходят на помощь. Это те веселые ребята, которые были в нашем детстве. И это были простые. Может, кому-то казалось, что они какие-то неряшливые или кажется. Но на самом деле очень здорово украшали улицы наших городов и парков. Георгины однолетние. Такой вот факт, что сорта, которые уже более современные, 2000-х годов, если она низкорослая, то скорее у нее цветение будет на неделю-две раньше. Если она высокорослая, то цветение будет попозже. Сейчас это уже так себе соблюдается, потому что селекция не стоит на месте и постоянно появляются какие-то новые сорта. Допустим, георгина, которая называется английская раноцветущая. Раноцветущая, но в самом деле, если мы ее посеем где-нибудь в середине апреля, то уже в июне месяце она и зацветет. Полумахровые, махровые соцветия достаточно крупные. И растения сами могут быть и 50 сантиметров, и 60 сантиметров. И иногда бывают выскочки очень интересные и красивые вот в этой сорта смеси. Поэтому обращайте внимание всегда на высоту, на что вы согласны, чтобы у вас было в цветнике либо что-то низкое, либо что-то высокое, кто как любит. Или такой сорт, тоже сорта смесь, георгина помпонная. Вот вам, пожалуйста, однолетняя и с помпонными соцветиями, которые разнообразные окраски. Ну и эти вот там разговоры о том, что это однолетняя и многолетняя, это просто вот вокруг да около такое разделение, потому что она тоже образует клубни, и вы можете сохранить клубень понравившегося вам соцветия, и в следующем году высадить, либо посадить клубень пораньше, и вот так подрастить где-нибудь там в марте месяце, набрать черенков и размножить понравившийся вам окрас соцветия. С георгинами определились. Затем хочу напомнить, что есть гипсофила, кроме многолетней, гипсофила однолетняя, которая называется гипсофила элеганс, звучит так, с различными торговыми названиями, иногда называют розочка, так вот красиво, миленько, потому что розовые цветочки. У гипсофилы однолетней цветочки крупнее, чем у кочима многолетнего, и достигают размера сантиметр-полтора, но они многочисленные. Высота у нее невысокая, сантиметров 40-50, но кустики очень ветвистые, с изящной листвой, и просто вносят такое вот великолепное облако. Да, кто-то скажет, сейл быстро цветает, цветение длится, наступает быстро и длится полтора-два месяца. Но вы можете весь пакет сразу не высевать, или второй пакет посеять через недели-две после первого посева. Когда сеять, так как гипсофила изящная, она тоже достаточно холодостойкая, мы сеем ее сразу в открытый грунт, и как только нам позволят температуры. Если май хороший, теплый, то можем сеять и с начала мая. И тогда я наблюдала, что при удачном мае, при раннем посеве, дает самосев, который в сентябре месяце успевал еще зацвести. То есть не приходилось даже сеять второй раз, столько было самосева. Семена крупненькие, очень удобно с ними обращаться. Окраски, как правило, белые и розовые. Поэтому выбирайте, и ваш цветник постоянно может находиться в таком состоянии омоложения. Следующее растение, которое вам известно, но немножко другой вид. Все знакомы с циньей. Но я вам напомню, что есть циньей, которая называется узколистная. И она более компактная, и она более густистая. Например, если сорт взять персидский ковер, то это в самом деле будет такой цветастый ковер из разнообразных окрасок. И цветок уже будет, конечно, мельче, чем у циньей, которая элеганс называется, высокая, с крупными цветками. Но цветки многочисленные, кустик компактный, и можно просто создавать такие вот шедевры. Другая цинья, которая появилась не так давно на рынке, но можно все-таки найти, и называется это уже гибрид между циньей вот этой изящной элеганс и циньей узколистной. И получился просто шедевр. И здесь уже окраски тоже могут быть разнообразные. Они идут и по сортам, и в том числе и махровые. Называется она мариландская. Такая серия есть Захара, Захара Роуз, Старлайт, Малиновые искры. И кустики очень кустистые. Чтобы получить более раннее цветение, можно посеять через рассаду, потому что цинья, которая мариландская, а семян мало в пакетик кладут, они как на вес золота. Поэтому сеем где-нибудь в апреле. Сходит замечательно, и завязывает семена замечательно. У некоторых гибридов, правда, могут не сохраниться сортовые признаки, но все равно это будет обильно цветущий компактный кустик, который будет радовать нас до заморозков. Бесконечным, обильнейшим цветением. Выбирайте, ищите и радуйтесь. И на закуску, в самом деле на закуску, я хочу вам предложить растение, которое в цветниках встречается крайне редко, хотя в цветоводстве известно давно, и выращивалось кое-где. Это хризантема увенчанная. Называется хризантемом коронариум. Что это за хризантема? В странах Азии, Китая, Япония используется в пищу. И используется в пищу давно, и очень обильно, и широко. И, конечно же, потихоньку добралась она и до нас. И даже видела я в продаже, там она называется уже хризантема овощная. Хотя это вот та же хризантема увенчанная. Что у нее кушают? Кушают у нее молодые побеги, когда они достигают высоты схода. Ну, скажем, сходы, уже побеги. Достигают высоты 10-12 см, срезают пучками. Чем они полезны? Вы это почитаете сами. Там просто кладить всяких витаминов, и железа, и кальций, и фосфор, и так очень важный кремник, который мало где встречается, и он доступный, говорят, для организма человека. Ее там отваривают и всякое прочее. Вкус у нее, ну, в меру специфический. Вкус сельдерея. Мы же любим сельдерей, правда? И считаем, что он очень полезный. И в самом деле это так. Поэтому поищите какие-нибудь сорта. Сорта на рынке есть. Растение крайне неприхотливое, потому что родом оно с тех мест, где климат засушливый, и почвы не такие уж и плодородные. Куст достаточно мощный вырастает, и вполне себе декоративное, красивое. Цветки тоже многочисленные, и тоже холодостойкое растение, и можно сеять прямо в открытый грунт. Семена вполне себе крупноватенькие. Всходы дает быстро. Если в открытом грунте, то это через дней 7-10. Ну, конечно, поливать надо. И затем формируется куст, в зависимости от сорта, от 40 до 60 сантиметров. Как правило, у венчанной хризантемы окраска цветков соцветий, будем правильно говорить, это все желтое. Желтое, бледно-желтое, иногда внутри бывает белое кольцо. Но это все окраски желтого цвета. Есть еще одна хризантема, которая называется келеватая коренатум. Там уже другая палитра, там уже всякие коричневые, красные окраски. Тоже крайне неприхотливая, очень похожа на хризантему у венчаную. Ну, единственное, что вот желтая окраска не основная. Если у венчанной только оттенки желтого, то здесь уже все, что хочешь. И такая же цветная палитра, и такая же хризантема келеватая, неприхотливая, при любой погоде будет расти. И лично я никогда не наблюдала, чтобы ее там кто-то грыз, какие-то насекомые, и чтобы при хорошем, ну, как бы хорошем, в таком вот нормальном уходе, чтобы на нее нападали какие-нибудь болезни. Видимо, этот специфический аромат, ну, он не отвратный, поверьте, отпугивает и вредителей, и насекомых всяких, и болезней. Ну, вот вам такая закуска. Давайте попробуем. Ну, мне кажется, что получился цветник у нас неплохой, от низкого до высокого, давющегося. Все вполне себе неприхотливое, подойдет для любого участка. Ну, и не забывайте, что многие из вышеперечисленных растений вы можете приобрести в магазине «Про цветок», который недавно открылся. Заходите в магазин и найдите свой цветок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok